Продолжают сенсации сыпаться на нас, как град, это уж точно. Прямо в эти минуты Госдума рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. С утра глава Федеральной налоговой службы общается с представителями парламентских фракций. Напомним, на новую позицию Мишустина выдвинул президент после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Сегодня у Мишустина, мягко скажем, очень насыщенный день. На охотном ряду глава ФНС уже признался депутатам, что перед сегодняшними консультациями всю ночь не спал. Ну понятно, на смс-ке, наверное, отвечал, да? Это по меньшей мере, да. На поздравлениях. К этой минуте он уже успел пообщаться с фракцией «Единая Россия». Партийцы поддержали его кандидатуру единогласно, ЛДПР тоже большинством голосов. Вот коммунисты при голосовании за кандидатуру премьера уже точно воздержатся. Об этом на брифинге заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Давайте посмотрим, как начинался день кандидата на пост премьер-министра страны. Все души поздравляю от имени всей фракции. Понимаем, что это очень сложная работа и, может быть, и не с чем, но тем не менее. Партийцы, ну о чем вы с утра говорите? Капиш! Объезд, он запущен в пирамерикам рубики. Я не знаю, надо ли с этим поздравлять, потому что мы знаем, какая это объездность и что здесь. Партийцы, я уверен, что Михаил Анатольевич все получится. Первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами. Реформ управления и, конечно, самые современные информационные технологии приносить. Стоп, против. Раздержался. Я нервную, что в порядке. Нет, единогласный, что это не понравилось. Спасибо, что вы не спали с собой. Спасибо. Все за судьбу. Все. Все. Учитывая, что наши требования отставки правительства, изменения конституции, пользу повышения контроля над исполнительной властью, законодателей выполнена, мы воздержимся голосовать за и против. Николай, посмотрите, лучше всего интерьер. Посмотрите. Все, стандартные. Цифровой вариант. Цифровой же вариант. Пожалуйста. Большинством голосов фракции мы решили поддержать эту кандидатуру Мишустина Михаила Владимировича. Ну, прямо-таки в эти минуты в Госдуме идет пленарное заседание. С минуты на минуту мы узнаем, как проголосуют депутаты. Пока немного инсайдов от самого Мишустина важно. Сердце сегодня у кого-то ёкнуло по понятным причинам, потому что Мишустин уже пообещал стат, что в правительстве таки будут изменения. То есть в нашей стране появятся новые министры. Кто? Фамилия не названа, конкретика не появилась. Среди приоритетов Мишустин назвал нацпроекты цифровизацию экономики. Я просто вам напомню, что Мишустин известен тем, что построил одну из наиболее эффективных и дееспособных информационных систем. Которую вы все пользуетесь. Да, комплекса систем для федеральной налоговой службы. Это начиная с личного кабинета, электронных услуг и заканчивая сложнейшими НДС-1, НДС-2. Поэтому на новом посту Мишустин в первую очередь займется реформой управления и активно начнет внедрять современные технологии. И самым важным считает борьбу с бедностью, снятие барьеров для бизнеса. Вот чем он займется в первую очередь? Мы прекрасно понимаем, что здесь даже речь не о наших каких-то политологических нынче соображениях и дискуссиях. Важно, что этот человек сделает, имея в виду, что в нашей стране 13% бедных – это 20 миллионов человек. Стоит задача сократить эту цифру вдвое. Если предыдущее правительство не справилось или почему его сменили? Вот здесь сейчас будем разбираться. Давайте немедленно перенесемся на охотный ряд. На прямой связи политический обозреватель ВГТРК Алексей Петров. Алексей. Да, коллеги, здравствуйте. Но вы, Алексей Мишустина, сегодня видели и единственный корреспондент, который к этой минуте с ним пообщался. Уже в его таком новом статусе, пусть и чуточку подвешенном. Да, собственно, большой политический день, горячий день, который с самого утра на охотном ряду. Михаил Мишустин приехал сегодня около девяти, пообщался с Вячеславом Володиным. И вместе они открыли вот эту последовательность консультаций с фракциями. Вместе Мишустин и Володин направились на консультацию сначала с единороссами. Эта встреча продолжалась около получаса, без прессы. Известно, что были заданы острые вопросы. Депутаты заранее приехали, обсуждали кандидатуру. И вот караулили мы около двери, когда появятся Володин и Мишустин. И, собственно, как только спикер Госдумы и кандидат подкараулили, действительно. А как еще? Вот вместе они появились и, собственно, удалось задать вопрос. Понятно, что пока минимум конкретики, но давайте вместе посмотрим, какие впечатления и у Володина, и у Мишустина, вообще каково настроение. Вячеслав Векторович, какие результаты? О чем говорили? Подождите, давайте мы проведем все консультации, а затем скажем о результатах. У нас только еще начало процесса. Встреча с самой большой фракцией была яркой, поэтому предложения были сформулированы. Думаю, что итог вы увидите в зале пленарных заседаний. Готовы к работе, Михаил Владимирович? Да. Вот это, да, вот это такой предельно сжатый комментарий. С одной стороны, видите, Мишустин не уходит в эмоции. Он мог бы, наверное, долго расставить, но не остановить. Да, это было сенсационно. Да, одержательно, одержательно. Хорошо, что готов. Готов. Это уши результат. Уши результат и уши, собственно, ответ. Ведь мог быть и не готов. Ну, все рассчитывают, работа ответственная. Но депутаты, конечно, рассчитывают, что... Юстин стоит, корреспондент коммерсанта. Вам завидуют, что вам удалось пообщаться с Мишустином, а Максима пока нет. Заранее выбрали позицию и знали, где ждать. И были уверены, что непосредственно из этой двери они вместе и появятся. Спасибо, Даша. Появились Володин и Мишустин, поделились впечатлениями на ходу и ушли. И ушли для того, чтобы поговорить дальше с представителями других фракций. Пошли сначала в ЛДПР, где их уже ждал Владимир Вольфович. И подчеркнул особо цифровизацию, уровень цифровизации ЛДПР. Это такой, в общем, согласитесь, реверанс. Это он хотел подружиться с новым будущим премьер-министра. Политический реверанс, потому что мы все знаем, и вы сейчас говорили о том, что действительно Мишустин внедрил просто сумасшедшие технологии, хай-тек, федеральные налоговые службы. И вот Жириновский тоже отметил, что они тоже цифровая партия. У них тоже очень высок уровень диджитализации. ЛДПР поддерживает Мишустина. Кстати, Жириновский, общаясь с нами, отдельно сказал, что особо обращает на себя внимание тот факт, что Мишустин инженер. Вот этот инженерный подход, технический подход, такой во многом, очень важен для человека, который, вероятно, займет должность премьера. Поддерживает и «Справедливая Россия». Очень теплая встреча была у Миронова с Володиным и Мишустиным. Миронов подчеркнул тоже уровень квалификации. Кстати, «Справедливая Россия» отмечает очень важно, что премьер беспартийный. Ну и вот единственный, кто пока нагнетает, кто держит интригу, это коммунисты, коммунисты решили воздержаться. При том, что сам Геннадий Андреевич Зюганов не скрывает того, что Мишустин действительно достойный профессионал и, бесспорно, справится с задачами. Действительно, очень сложная работа на посту премьера. С одной стороны, но с другой стороны, говорят коммунисты, мы хотим сначала увидеть все-таки, что за линия, что за стратегия. Поэтому пока голосовать воздержимся. Пока что вот такой расклад. Действительно, очень важные заявления, которые просочились все-таки к нам во время этих встреч, несмотря на то, что встречи без камер. Тем не менее, понятно, что Мишустин намерен крайне внимательно прислушиваться к мнению парламента, в том числе обсуждая кандидатуры на министерские должности, на министерские посты. Пока конкретики никакой. Ну, правда, некоторые депутаты и лидеры фракции уже дерутся, кого могли бы предложить. Интрига в 14 часов. Ждем. Ждем. Ждем голосование. Спасибо. Наш блестящий репортер и политический обозреватель Алексей Петров и работает в Государственной Думе. Еще к вам вернемся. Обязательно, Леша, спасибо. Давайте.